Этот молодой человек трясся в душном автобусе 8 часов. Так Александр Семин начал тренировать свой вестибулярный аппарат. Он в Самару из Казани ради космоса приехал по коридорам аэрокосмического университета студент идет на первый урок в школу космонавтов. Если школа космонавтов, то в учителях логично космонавт. Лекцию читает Олег Артемьев, 118-й астронавт России и легендарный блогер. За свою любовь к звездам он сам стал звездой соцсетей. Во время работы на Международной космической станции он постит истории о космической жизни и шикарные виды Земли. В его инстаграме 120 тысяч подписчиков. Особую любовь завоевывает его видео о том, как сделать селфи в невесомости, но снимки были бы еще лучше насыты от земной еды желудок. Пельмени очень хотелось, обычные ухи, рыбы, там такого нету. И нету грибных овощей, нету окрошки. Много вопросов задают о семье. Артемьев, один из немногих пап, который разговаривает с сыном по скайпу из космоса. А еще пилоты суеверные люди. На вскидку он перечисляет 10 примет, без которых полет может не состояться. Обязательно у нас перед стартом просмотр белое солнце в пустыне. Это у нас исторически уже сложилось. Всегда смотрят, независимо от того, сколько раз космонавт летал в космос. Он обязательно его смотрит, даже когда дублер. Преподаватель Артемьев предлагает ученикам померить костюм космонавта. Его урок оказывается на грани срыва. Простительно, все же дебют на Земле. Костюм на самом деле довольно-таки тугой, как мне кажется. Я не знаю, как запихнуть вторую руку. Что-то пошло не так, да. Мне кажется, нужно специальный вид, для того, чтобы его правильно одеть. В аэрокосмическом университете стартовал уникальный проект – школа космонавтов для тех, кто всегда хотел быть поближе к звездам. Четыре дня теории и даже практики. Ученики будут проходить психологические тесты, которые пишут космонавты, испытывать вестибулярный аппарат и даже прыгать с парашютом. И все это абсолютно бесплатно. Я, короче, недавно встречал, то есть размер МКД, то есть размер его, габарит. Я раньше этого не знаю вообще. И еще я познакомился с Костюм на автолете. Это вообще мечта просто. Буквально за четыре дня у нас было 264 желающих. Мы были вынуждены просто прекратить регистрацию, потому что такой поток. И потом еще очень много звонило народу и говорили, мы хотим принять участие. В учениках студенты из десяти городов России приехали специально, чтобы увидеть лично людей, бывавших в загадочном там. Александр Семин из Казани решает побороть страх после поездки. По гуэракам ему ничего не страшно. Ну как-то вот мечта сейчас маловато. Молодой человек изо всех сил пытается влезть в мечту. Александр проходит испытания с жарой и, скрипя швами, поднимается за помощью. Да, это не твой размерчик, конечно. Не твой, к сожалению. Ну кто, я тоже знал. Мне говорят, что вообще к детям едут. Значит, следующий раз точно будет. Тем более легендарный Олег Артемьев сказал, что космонавтом становиться никогда не поздно.